Ран на юнулинские курганы и проблема хунской археологии. Центрально-азианские археологические какие-то памяти, которые невозможно разматривать отдельно, которые все связаны с единой проблематикой. Я вам сделаю такой небольшой обзор того, что было раскопано, исследовано за последние, ну, почти 20 лет. То есть это действительно получается, на археологии это новые раскопки. В человеческой жизни это очень многое, огромная мельчасть. А для археологии это мгновение, это действительно какие-то последние раскопки. Я начну поэтому немножко с Алтая, потому что Алтай является одним из ключевых районов, который тоже завязан во многом, и на археологии хунок в том числе. Итак, немножко об Ухоке. Ухока, вы знаете, прелекает территориально в Монголии. Это сейчас мы говорим о Алтай, Туба, Монголии, но мы понимаем, что в древности это было единое пространство. И фазырик в Монголии является продолжением тех же фазырикских памятников археологических, которые мы копали в свое время на Ухоке, которые, по сути, смыкаются с горными, высокобойными районами в Монгольском Алтая, где сейчас проводят расслухи очень многие исследователи, не только российские, но и в целом международные команды. Вот такие места, где еще живут яркие, где высокие снежные горы и где сохранились те самые известные замерзшие курганы, которые принесли славу и известность этой культуре. Вот одно из очень важных погребений, которые были исследованы в 1993 году, вы видите, курган небольшой, который красавился тем, что он был не грабленный, целый и замерзший. И поэтому дал много важного и интересного материала, который помог во многом продвинуться в исследовании пазаритской культуры в целом. Так были для целевшей могилы, и в этой линзе были обнаружены те необыкновенно интересные вещи, которые позволили восстановить облик коня и снаряжение пазаритского. Конечно, очень многое было известно по раскопкам больших пазаритских курганов, из раскопок Руденко, но многое важное было сделано и в результате исследования этих памятников, относящихся к так называемой, знаете, среднего уровня. То есть это не вожди племен, но это и не ледовые пазаритцы. И то, что было обнаружено в подлевине, представляло большой интерес. Вы видите, здесь не только деревянные изделия, но сохранилось очень много текстиля. И мы узнали, что конская украши — это не только деревянные бляхи и кожаные ремни. Это большое количество плетеных шерстяных ремней с кистями, это войлочные поконы и другие украшения. И в этих употреблениях, среднее, знаете, так же, как в царских погребениях, оказались огромные истинничные колоды, совершенно таких же размеров, большие, прекрасно сделанные. В данном случае эта колода впервые за историю изучения пазаряка оказалась не вскрытой. То есть она была такой, какой она была поставлена в это повреждение две с лишним тысячи лет назад. И когда мы встали в холодную, то там оказался лед. И вот в этой замерзшей ледяной такой капсуле как раз и сохранилось заблезамированное тело довольно молодой женщины. Не совсем с тем, что было с ней уложено в повреждение, и, конечно, в одежде, в костюме. Вот этот факт послужил основанием для того, чтобы восстановить, наконец, женский костюм пазаревских женщин. В пазаревских курганах находились разграбленные, часто обезглавленные мужи знатных пазаревцев. О костюме почти ничего нельзя было сказать, потому что, особенно текстиль, ткань, они были все во фрагментах, разорваны. И было предположение, что штанов у них не было, потому что они не были найдены. Рубаха была найдена одна. И разделить это, кто носил, было непонятно. И только вот эти раскопки, когда погребенные были найдены и в ситу, и в полном костюме, позволили восстановить этот костюм реально, полностью. И мы знаем теперь досконально, как была одета пазаревская женщина. Не только это конкретно, но теперь уже по аналогии, находя даже маленькие фрагменты, мы уже будем восстановить костюм цвеком. И этот костюм состоял из большой, объемной шерстяной юбки, двухсветной, шелковой большой рюкзакой. У нее был пояс, который держал ее по-другому. Большие, длинные, розочные, сапоги, чумки. И такой же волочный колпак, который украшал ее головной убор. Выяснилось опять, чем были ценные эти повредения пазаревцев у кока, что стало понятно, что татуировка покрывала тела не только знатных пазаревцев, но она была присуща пазаревцам вообще всем. Потому что на теле вот этой вот женщины, ее руки целиком и полностью были покрыты образами тех же самых животных, которые находят на теле вождя, который был поклонен во втором пазаревском культане. Вы знаете, сейчас выяснилось, что все пазаревские мунии также были татуированы. Просто это не было видно до сих пор. А нами было выяснено, что, к сожалению, лиц этих муний в Уковске не сохранилось, но хорошо сохранились их головные уборы, прически. И по черепам удалось восстановить облик этой женщины. Вот она выглядела, это не фантазия, но это восстановленное лицо по системе герасима, и она выглядела вот приблизительно так. А головной убор, это реальный головной убор, который теперь и раньше находили на головах всех пазаревских женщин, которые были исследованы до настоящего времени. Очень интересно вот это подкрепление мужчины тоже на уходе молодого воина, у которого тоже была датуировка, прекрасная на плече. И все это вместе является свидетельством того, что датуировка была распространена в среде пазаревцев, в среде вообще кричевых тренов гораздо шире, чем нам представлялось раньше. Это тут не только для выдающихся или высокопоставленных членов общества, но для всех. Это знак культуры, знак племени, знак народа. Обратите внимание, кто бы мог подумать, если бы не эта находка, что мужчины носили косы. И такие интересные косы, вот плетеные, заплетенные, вверх. И когда мы обратимся, допустим, кто полдит в Кургану, ну, мы сейчас к ним перейдем, то одна из интересных шипноходов, которая была сделана к разговору, там были найдены многочисленные косы. И многие из этих кос похожи вот на те, которые мы видим у пазаревцев. Я имею в виду не цветы даже в данном случае, здесь они рыжеватые, а именно система плетения, то есть не просто заплетенные, там были жгударьи косы. Но когда приводили аналогии этим хунским косам, к этому полу не приходило, что это могли быть и пазаревцы, которые многие связывались с юэши. То есть у этих племен тоже были косы, которые могли с течением времени, во время завоеваний, также попадать в могилы хунгл. И эти косы дали еще очень много интересной информации. Мы, когда мы приведем анализ состава волос, элементного состава, потому что мы знаем, что волосы дают очень интересную информацию. Это почти как она без крови, это невозильное такое вмешательство. Пазаревские волосы, в силу того, что были сохранены вольт, дали массу любопытной информации. И одна из них касается того, что у них у всех огромное превышение содержания меди в волосах, которое происходит за счет того, что вытесняло цивы. Объяснение мы искали в разных обстоятельствах жизни пазаревцев. И наиболее правдоподобным явилось следующее объяснение. Та самая скифская баня, о которой писал сначала Геродон, потом об этом написал Гуден, потому что он нашел все, что связано с этой скифской баней в царских полганах Пазаревиках. И наконец, когда мы проанализировали волосы, и то, что было обнаружено в этих сосудах медных, которые находятся в эрмитаже, то оказалось, что, скорее всего, вот это отравление медью происходило, когда пазаревцы дышали барами конопли над закрывшись пойлочным ковром. То, что было принято у них как традиция, и что вызывало, возможно, легкое опьянение от порога конопли, но в то же время оно вызывало довольно сильное отравление из-за соприкосновения горячих камней с медной посудой. Образовывались пары, вреда которых человек получал такую дозу своего отравления. И было установлено, что у детей, например, где были найдены детские волосы, это почти незаметно. В то время, по старшим случаям, более старший человек, тем больше у него накапливалось вот этого плеть, безотносительного мужчина или женщина. В то же время на этот же предмет проверили конские волосы из этих же моделей. Там никакого содержания превышения их не было. То есть это не природный фактор, а это фактор человеческий. И очень такой любопытный. Вот так, вероятно, происходил этот процесс медного отравления подорекса в медными парами. Сейчас мы перейдем дальше, продолжая, заходя на территорию Бакболии, мы переходим к хруму непосредственно. Что касается худого, то тут большое влияние на мою жизнь оказал Прокопий Бакбирович, сам того и не ведая. Потому что, будучи еще студенткой, я в институте, в музее нашего института, который тогда еще был институтом истории, филологии, философии, у нас был свой музей, и там висела большая фотография, черно-белая, двора скопанного кургана 54-го. И эта фотография, я уже говорила, мы ее называли крокодил, вот это вот все изображение, она была почему-то страшно привлекательна для меня. Я ее запомнила всю жизнь, смотрела, мне казалось, что это что-то необыкновенно увлекательное, какое-то погребение, необыкновенно замечательный комплекс. И тогда я запала мысль, что так хорошо бы когда-нибудь, даже не раскопать, не видеть что-нибудь такое где-то. И вот много лет спустя, вот эту мечту какую-то удалось осуществить, когда мы попали на раскопки известного могильника Норозенского, который копал, раскопал Петр Кузьмич Азлов, когда-то в свое время. Вот эта знаменитая пать, в Судзуктекте расположены все известные раскопанные курганы. И для того, чтобы продолжить исследование этих курганов, опять же, силами российских археологов совместно с Мангойсиным институтом археологии, но уже вот не так колонцом, как копал когда-то Петр Кузьмич, поскольку тогда это было и принято. И потом я хочу заметить, что несмотря на то, что копалось так, и многие сейчас говорят, что это как бы не совсем хорошо, я это поддерживаю, но все, что было раскопано и сделано, оно потеряло своей актуальности до сих пор, и мы даже не бросим никаких поправок. Он сумел при таких скудных раскопках, пусках, извлечь максимум очень верной информации. Вот так выглядят курганы до раскопок Куну. То есть это огромный холм с огромной воронкой, ямой внутри, которая, конечно, сразу говорит о том, что курганы были огромными древностями. То есть ни одного целого кургана Куну найти до сих пор не удалось, особенно то, что касается больших царских курганов. И вот этот курган 20 минут не стал исключением. Мы проводили геофизику, естественно, сейчас появились новые методы, которые могли бы что-то дать, подсказать. Но в данном случае, как мы теперь понимаем, в связи с огромной глубиной этих могил, геофизика дала нам малой информации. Она дала только самый верхний слой. Показала нам ту каменную стену, которая окружала само полкрывательное сооружение. Что, в общем-то, было видно и не так. Это вот двумя методами показана конфигурация. Курганы и видно каменные сооружения. Вот то, что это начало того самого Годила. То есть вот той самой каменной конструкции, которая присуща всем выдающимся крупным сооружениям грунтов. Не только самой высокопоставленной знати, но, как мы знаем, в более мелких курганах они придерживались все той же конструкции. Мы, конечно, пытались копать точно так же, как когда-то копал Прокопий Бабилович, потому что он раскопал 54-й курган, конечно, идеально. То, что касается методической точки зрения. Тем более, что только сейчас, когда мы начали уже копать, стало понятно, насколько это трудно. На таких глубинах удерживать вот эти бровки и удерживать все эти каменные сооружения. И какой, в общем-то, настоящий подвиг он совершил в свое время, сделав вот этот идеально прекрасный раскоп, который до сих пор является, в общем-то, тем, что можно помещать учебникам, учебникам этой катархии. Вы видите вот начало раскопок. И дальше вы уже видите, как поэтапно эти раскопки выходят все ниже и ниже. Этот курган оказался самым глубоким в ныне. Его глубина была больше 18 метров. Но при этом его конструкция ничем не отличалась от всех остальных органов Груну, которые раскопаны и в Монголии, и в Бурятии. У них очень интересная и такая конструкция. Все они имеют пять ступеней, которые хорошо видны. Все эти ступени связаны с каменами Грунголии. И они, конечно, как это сказал еще в своем время Прикопий Батюрнич, они подражают китайцам в этой конструкции, в этой очень устойчивой, очень такой красивой конструкции, так называемой пирамидой, перевернутой в рно. Вот слева в углу вы видите как раз китайскую конструкцию. Вот это вот. Это, конечно, гораздо более крупное, гораздо более значительное сооружение, которое не сравнишься с хайскими могилами. По сравнению с ними, с хайскими могилами, по гряду, они кажутся небольшими и маленькими. Но без степи, конечно, это сооружение было очень значительным и требовало больших, огромных трудозатрат. Вот вы видите разрез, по которому можно понять, как вы увидите всю эту конструкцию. Пять ступеней, и на перекрытии, перед пятой ступенью, лежала всегда колесница, то есть то, что с ним осталось, китайская колесница. И дальше, после пятой ступени, все погребальное сооружение шахтой, вот здесь до шести метров, спускалось круто вниз. И на самом дне уже находилась погребальная камера. И опять, вот 20-й курган нам дал еще одно подтверждение того, что внук очень подражали китайцам во многих деталях. Не только вот в самой конструкции, но и в том, чтобы окружить само погребальное сооружение большим слоем глины и угля. Китайцы делали это эпохи Хань, делали это для того, чтобы запечатать погребальную камеру, чтобы она была непроницаема как для духов, так и для людей, так и для сырости. И это часто приводило к прекрасным эффектам. Мы все знаем, вот погребение молодое, где погребение хайской женщины сохранилось так, будто ее похоронили только вчера. Но здесь, вот в этих курганах, такого не случилось. На дне огромный слой был угля, там была тоже глина. Но поскольку был горадеж, все это смешалось вместе и очень утяжелило процесс раскопок. Потому что раскопки приходилось проводить там в густом слое вот этого угля. А это другой уже курган. То есть всего в нуле было раскопано три больших кургана. Это 22-й курган, в котором вы можете увидеть ту же самую китайскую конструкцию, среди ступеней. На дне погребальная камера, сделанная из бревен деревянных, которые тоже прекрасно сохранились. А слева вы видите, как на одном из перекрытий лежит зонт лаковой китайской колесницы. Эта глина, которая должна была сохранить погребальные склепы в целости и сохранности, доставила нам немало хлопот, потому что она была выдавлена внутрь погребального сооружения, заполнила его. Она покрыла все вещи, весь текстиль, который там находился. Это был очень толстый слой вязкой озерной глины, которую приносили из соседнего озера, такого синего цвета мелкодисперстная глина, которую приходилось убирать. И она очень заполняла процесс. Но в то же время она послужила и сохранностью некоторых вещей. Вот вы видите, каким легким движением двух всего плах происходило ограбление вот этих огромных погребальных сооружений. Это погребальная камера, в которой буквально только вот в самых воносных двух скрыто две плахи. Но в результате было вытащено буквально все, включая остатки человека. Остался только друг. Впервые были найдены при раскопке на юлийских руками современных остатки китайских колесниц. Мы не можем сказать, что это колесница цинкул, но это свет колесницы, по которому полностью можем восстановить ее внешний вид и изучить флаг, которым она была покрыта, массу деталей. И стало понятно, что это те самые колесницы, которые изображены в Монголии на скалах и которые ездили действительно по себе в Монголии. И вот они были захоронены в погребении Хунук. Это те самые колесницы, которые известны по ханским красочным изображениям. И вот они найдены действительно были в реалиях. Остатки зонтов, которые подтверждают конструкцию, соответствующую полностью тому, что мы знаем о китайским образцах. Прежде чем перейти вот так, в конской рубляже и высколько о ней рассказать, я хотела отметить одну такую деталь, очень важную, может быть, для археологов. Мы очень часто придаем такое абсолютное значение погребальному обляду, убираем его консервативность и избранность в детали. Вот традиции Хунук не показывают, что, вероятно, это странно стоит пересмотреть. Целая культура, целое общество, которое легко и просто перейдяло к традиции ханской погребальной обрядности, говорит о том, что мы, вероятно, преувеличиваем вот эту консервативность погребального обряда в археологической культуре. Все было совершенно не так. Ведь вот этот ханский обряд был присущ не только каким-то выдающимся представителям. Кочевник невозможен, конечно, без коня, и украшение коня, это было просто очень важной частью культуре. Единственное, что мы находим почти в полном составе, мы их разграблены в конских погребениях, это то, что касалось конской оближи. Грабители не интересовали коридоры, а все, что связано с конской оближей, лежало в коридорах. Поэтому было найдено большое количество конских украшений. Это в основном серебряные бляхи и бронзовые, в открытии золотом на лоблике. Все это, конечно, китайская работа. Несмотря на то, что вроде бы изображены животные, почему китайская, в этом уже довольно много написано, и сейчас эти материалы смотрел Миносян, с которым советовались по поводу технологических особенностей производства гибрян. И его анализ тоже пришел к этому же мнению, что, скорее всего, это может быть работа китайских мастеров. Но, во всяком случае, глядя на этого дракона, мы видим, что это абсолютно прекрасный китайский дракон, которого даже среди ханских материалов редко можно увидеть такого качества и такого мастерства, работу. И все вот эти вещи украшали кунских коней, коней кунской знати. Эти вещи поступали к ним, конечно, как подарки, о чем мы знаем из письменных источников, как подарки Шангрую от китайских императоров, а дальше они уже растекались по степи, и Шангюэ отдавал их всем многим приближенным. То есть однозначно сейчас после раскопа замечательных энергетиков, который говорит, вот это два, мы знаем, что это, конечно, погребения, но это, конечно, не хунские Шангюэ, что это, конечно, какая-то знать, это приближенная, но это вот то, что относится к знать такой среднего ранга. То, что как раз связано с этой переизбытком элиты, которой было много, но это не Шангюэ, это уже и эти вещи, которые к ним попадали, очень ценные, значительные вещи, это то, что Шангюэ распределял на степи уже, отдавал тем, кому он считал нужным. В среднем вот этих вещей попадаются не только китайские предметы, но и вещи необыхновенной красоты, которые использовались тоже для чего, как вы думаете, конечно, для украшения коней. Все самое красивое шло как в Алабе для того, чтобы украсить конскую уближ. И здесь мы видим, что даже в конской уближе восток сходится с запада. Вещи приходят как с запада, откуда-то с окраин Римской империи, то есть это вот часть реклематиты, то есть нищая парадная римская посуда, которая стала путем долгих каких-то приключений и манипуляций, достигла в Ангольские степи и стала украшать уближ коня. Очень интересно то, что вот эти курганы позволили и глубина, то, что там было влажно, все это позволило сохранить многие предметы из органики, в том числе вот эти лаковые чашки, которые дают очень важную информацию, потому что на многих из них у нас на трех чашечках были китайские надписи, в которых было буквально помимо много прочей информации, было указано, что они сделали в царских мастерских императорских, то есть для императора, значит, до 5 подарков императора, то есть не сейчас на мастерской, и было указано, в каком году, то есть нища археолога. Тут было написано, что это 9-й год до нашей эры. Ну, конечно, это в переводе с девиза, там был написан девиз, и пересчетки, это соответствует по нашим датам, 9-му ходу до нашей эры. То есть это не даты курганов, но это даты вот этого изделия, что очень важно. Среди китайского импорта были также нефритовые вещи. Но здесь мы знаем, что Забайкалья само славится нефритом, и что культура Забайкалья и Слеолита было много прекрасных нефритовых изделий. Здесь, наверное, вкусы хунду, и китайцы, ханьцы, они сошлись. И здесь, я думаю, не только присутствуют вещи, которые наступали из Хань, но что-то было и свое местное. С этим можно долго еще разбираться, и это тоже очень любопытный вопрос. Что точно было китайским в этих курганах? Так это шелка, причем шелка с самого высокого качества у меня лет. Вот такой шелк, который вышел, считался наиболее дорогим для эпохи Хань. Даже потом со временем вышел запрет, запрещающий делать эти вышивки, потому что куча китайских женщин портила зрение на этой работе. И вот эти вышивки, как раз, они характерны именно для эпохи Хань, когда их было много. Но и лунистских курганов их огромное количество. Другое дело, что это не целые изделия, как какие-то небольшие клочки, но все они исключительно красивые и очень высокого качества. И все это, опять же, в качестве дани поступало к хруну и оседало в их могилах. Когда мы видим текстиль, то надо понимать, что мы находили его не в таком виде, как я показывала, а в таком, который вы видите. То есть все это было мокрое, в грязи, затянутое слоями глины. И чтобы это достать, просто даже достать, это требовало довольно многих усилий и последующей, много месячной, иногда, много годовой работы над этим материалом. К сожалению, не удалось найти целиком гоночные ковры, которые находили в своем мире козлов, но те детали от вылочных ковров, которые были найдены в наших курганах, показывают, что ковры, вот в этих наиболейских курганах, они были одинаковые во всех, то есть уже была какая-то традиция. В каждом из этих курганах мы находим одни и те же аппликации, одни и те же стали ковра, которые отличаются только некоторыми деталями, разными тканями, и разными чередами образов животных. Вот один из курганов, это 31 курган, в котором была похоронена женщина, это то, что нам определили палеогенетики, потому что те кости, которые были там обнаружены, для антрополога были бессмысленны, это были какие-то обломки, но палеогенетический анализ показал, что здесь была похоронена женщина, и археологический материал это подтверждает. Тут не было колесницы, это единственный курган, он не был таким глубоким, как остальные курганы, и в этом кургане, полностью разграбленном, вот самое ценное оказалось, это вот эта глина, которая лежала вокруг разграбленного саргофата. Вот так вот выглядит в погребальном комплексе текстиль. То есть это такая просто глина, по которой можно ходить, которую можно не заметить просто. Но поскольку мы уже ожидали это, то было понятно, что гроб стоит на каком-то ковре или на каком-то текстиле. И оказалось, что это действительно так, и вот этот текстиль, который был взят нами монолитом и вывезет, это вот уже происходит с ним работа в лаборатории, есть такой чудесный специалист Таня Павловна Синицына, которая работает в Москве, которая, в общем-то, по сути, родила этот текстиль второй раз уже вот в лабораториях нашего института. Привезенные вот эти вот куски, снятые монолитом, они были благодаря соглашению с Монгольской академией наук, вывезенной в Россию, и там они прошли реставрацию. То есть реставрация, это даже не то слово, они были возвращены к жизни, потому что этого могло, в общем-то, не произойти, если бы они не попали вот в эти руки. Это был очень длительный и сложный процесс, который потом, который кончился потом тем, что все эти вещи, которые были отреставрированы, были переданы в Монголию, соответственно, ну, я не знаю, где они сейчас находятся, но они вообще-то составляют достояние не только Монголии, но и мировой культуры. Вещи, которые из органики, текстиль, которому около двух тысяч лет, это огромная редкость, тем более текстиль такого необыкновенного качества и с таким необычным сюжетом. Вот только один из тех ковров, который был обнаружен вот в той яме, которая я вам перед этим показывала. Это ковер на шерстяной ткани с шерстяной живышицей. Вот его прорисовка, чтобы было лучше видно. Вы видите, что те люди, которые изображены на этом изделии, но не имеют ничего общего с современным населением Монголии. Мы видим здесь совершенно иной мир, иную культуру. Мы видим кочевников в уранских костюмах. Мы видим людей, которые идут к алтарю, на котором горит огонь. Перед нами, скорее всего, воины-зероастрийцы. И это иной мир, иные культы, иные представления и верования. Единственное, что их объединяет, это набор оружия общий для всего такого мира. Это вот эти кинжалы, которые крепятся сбоку. Это, конечно, стрелы, толчаны. А портреты этих людей указывают на совершенно иной мир западных, сирийских, парфянских, я уже приближаюсь культуре, цивилизации. Мы видим подстриженные, пудрявые, пышные волосы, большие глаза, тонкую ниточку усу, такие широкие рыбевые лица. При этом, обратите внимание, есть переклички из пазареков. Тот костюм, который мы видим слева на фигуре, он тоже похож на известный пазарекский франк с большим хвостом. То есть в степи, вот в этих вот районах было очень много общего, в вооружении, в костюме, потому что были большие контакты и связи. Ну, перед вами алтар с пылающим огнем, но люди, которые стоят возле него, один из людей держит грипп. И этот грипп был определен даже специалистами, его разновидность была определена. Увидев грипп, я подумала, что может быть это мухомор или что-нибудь то, о чем писали как раз исследователи, которые думали, что как раз из мухомора есть огромный труд, посвященный тому, что сома делалась из мухомора. Но в данном случае микологи сказали, что нет, нет, это не мухомор, это совсем другая разновидность гриба. Даже привели их фотографии, описания, написали системным доказательств, что есть такие грибы, из которых можно добыть вещество, которое обладает таким специальным психоактивным действием. Это не наркотик, но это возбуждающее психоактивное такое вещество, которое могли использовать при древних обрядах. Сейчас, кстати, после уже этого открытия, после вот этих статей все, пошла большая волна, не как с этим и связано, как раз про эти грибы и про это вещество, которое, оказывается, действительно играло большую роль в человеческой культуре. Этим занимаются физики, химики, биологи, и сейчас появилось об этом довольно много очень интересной информации, которая подтверждает вообще то, что это действительно мог быть гриб, и гриб именно тот, о котором нам рассказывали специалисты. Но теперь мы уходим совсем на другую территорию. Это вот вся связь, то, что сказала Сирия, Парфия, вот эти вот регионы, которые поставляли свои товары и которые приходили каким-то образом в Монголию, с другой стороны, все это уходило в район северо-западной Индии. Вот все это связано путями кочевников, кочевыми цивилизациями. Что мы знаем о северо-западной Индии? Это тот район, где была Канхара, куда уходили кочевые горли, которые там создавали свои государства. Те самые юлыджи, которые многие считают до сих пор позоривцев, которые якобы потом создали государство Кушан, они были и в северо-западной Индии, где была создана огромная кушанская держава. В общем, одним словом, сейчас мы ведем раскопки уже три года на территории северо-западной Индии в штате Джамуэ-Кашми, где пытаемся продолжить тему испытывания вот этих вот цивилизаций, которые из кочевых становились соседлыми уже на другой территории и приносили очень много своего. Вот в данном случае там есть свои сложности. Сложность состоит в том, что территория вот этого долины Кашмирской, она настолько пустонаселена и настолько она обихожена сельскохозяйством, что там негде шага ступить, чтобы начать археологические исследования. И наши археологические исследования проходят на полях. Это поля, которые засеваются рисом. Вот вы видите, работают буквально на поле. Просто уже убрали урожай, и у нас только мы делаем геофизику. А в этом году мы выкупили это поле, чтобы его не засеять, и провели там раскопки. И вот только кусочек маленький, видите, какой небольшой культурный слой. То есть это поле целиком стоит на потрясающем каком-то сооружении. То есть там есть каменные стены, есть вот такие хранилища с сосудами. И все это там 20-30 сантиметров. И так вот везде на всех этих полях. И все это относится к кушанам и пред кушанам. Вот в этом регионе эта культура мало исследована. Вокруг много, а здесь мало. И я думаю, что очень многое здесь перекликается как раз с находками нашими. И у Хумну, и у Пазарика. И тут все, что касается вообще вот этого центрально-азиатского региона. Судьба дальше нас завела дальше, потому что следующий путь это уже горы у Тибета и Кискова. Это то, что относится к району Занскара. И здесь тоже оказалось много любопытного и интересного то, что связывает центральную Азию с буддийскими культурами. Эти буддийские извоения ранние, они ничего не что напоминают. Они действительно похожи на все те капельные статуи тюркского времени, более позднего, которыми просто вот обозначены степи и Монголии, и Казахстана, и Кыргызстана, а не Алтая. То есть нечто общее во всем это, безусловно, присутствует. Трехродие вот эти короны, которые есть у тюрах, которые мы часто видим на буддийских изображениях. Это не понимая связь. Я не хочу спутать религию мировую и какие-то языческие культы. Но, как мы знаем, вот эти вот тенденции, все равно в них надо разбираться. Ничего не бывает просто так. И еще любопытно, что под этими камерными извоениями, которые вот как раз в Тибете, этого никто никогда не копал, потому что там копать нельзя. Но просто тут уже вот мы вынуждены. Мы нашли там сосудик под одним из этих извоений. И в этом сосуде были те же самые приношения, которые бывают возле тюркских бам. То есть хрустальная бусина там была обнаружена. Она лежит. Железная бляха, мелкие бусины. То есть под эти вот извоения буддийские точно так же при России закапывали и просто ставили приношения, как это мы сейчас знаем было и под всеми этими тюркскими более поздними изображениями. Интересные очень петроглифы были обнаружены тоже в Тибете. Еще начиная с очень древних исследований Кранта, и включая Ерфана, и современные исследователи которые много работают на петроглифе Тибета, давно установлено, что все эти петроглифы имеют прямые связи с нашим совершенно древненный класс культуры, который связан с кочевниками, которые когда-то пришли в Индию. Вы же знаете, что Тибета это не страна коней, что там нет ни климата подкалящего, ничего для того, чтобы их разводить. А здесь мы обнаружили несколько изображений с огромным количеством каменной статуи коней. И это совершенно необыкновенные кони, потрясающе украшенные, сделанные эти скульптуры из сланца. На них сидят совершенно необыкновенные всадники с огромным количеством оружия, украшения, деталей. И этих фигур десятки и сотни. Расположены они в малых гималаях, на высоте примерно двух снижних тысяч метров до уровня моря. И в них неизвестны как бы в мировой культуре и в археологии. Эти вещи как-то остались неизученными, неизведованными в том мире, в котором они должны быть исследованы, не в том, что они составляют какой-то важный класс забытой индийской культуры. Я связываю эти вещи с нашествием гертолитов, с теми всадниками, которые опять же когда-то пришли из Центральной Азии. Это единственный такой провал культуры Индии, северо-западного района, который малоизучен и известен. И невероятно вот в этих горных таких убежищах сохранились их мемориальные люди. Конечно, это фантастические существа и кони и те люди, которые на них сидят. То есть вот так это выглядит сейчас. То есть они заросшие деревьями, травой, они повалены, многое не видно. Но их огромное количество и эти находки позволяют нам думать о том, что в скором времени будет открыть какая-то новая интересная страница истории не только вот этого района Индии, но в целом культуры кочевников, которые ходили от монгольских степей до индийских равнин, в которых ничто не останавливало. И не просто приходили, а устанавливали там свои цивилизации. Они становились там кшарлиями, они становились правящими как раз кастами. В силу именно своей организованности, умения воевать, отставили свои интересы. Они вписывались как раз в социальную экономическую жизнь индийского общества и сумели там оставить свой смех, который в общем-то действует до сих пор. Ну на этом я и хочу закончить свой доклад. Большое спасибо за внимание и за приглашение. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ